всем привет народ с вами канал китовелик и я андрей сегодняшнее видео я расскажу и покажу как настроить правильно сег вилки и это же применяется также и к заднему амортизатору так что постараюсь рассказать довольно просто буквально на пальцах на линейке без каких-либо там вычислительных супер пупер формул все довольно просто и быстро так что усаживаемся поудобней жмем жмем лайк подписочку на канал чтобы поддержать мой канал в дальнейшем настройку буду производить на свои вилки воздушно-масляной фирмы монету marvel com 26 дюймов старенькая но очень хорошая есть компрессия и регулировка отскока вначале саму малость немножко теории если же вы катаетесь или участвуйте в гонках или просто кросс-кантри даунхил фрирайд эндуро везде разный процент цеха к примеру на кросс-кантриных гонках он варьируется от 10 до 15 процентов если же вы просто катаетесь там по лесным тропинкам или же просто катаетесь он может составлять от 20 до 25 фрирайд дёрд эндуро уже идет более там от 30 до 35 и возможно даже 40 при том если вы катаете жесткий даунхилл или на каких-то чемпионатах мира и так далее в моем же случае буду настраивать вилку для повседневных покатушек не гонок никаких то там прыжков просто вот с работы на работу и там где-нибудь покататься это будет где-то в районе 20-25 процентов всех да эти цифры конечно не из потолка взятые там где-то читал на форумах и многие говорят что так вот правильно и надо и также еще хочу заметить что в некоторых даже в большинстве сейчас в вилках таких так как рок-шок фокс марзо очень не знаю какие еще есть напиши в комментариях какие ты еще знаешь вел кроме зум конечно и также пишут на заднем амортизаторе сколько вам нужно качать и какой сек все это в процентах там пишется в моей вилке и пишется только сколько нужно качать под определенный вес райдера и этом на этом все так что будем отталкиваться от малого нам понадобится всего лишь три вещи это какая-нибудь линейка или там какая-нибудь шкала чтобы например как у меня со школы еще остался огрызок насос высокого давления и резинка или же какой-нибудь хомут который можно прицепить и чтобы он свободно ходил по ноге вилки далее это сейчас покажу для чего все это нужно в первую очередь мы стравлю весь воздух а чтобы не было масла у вас на пальцах нужно подкладывать тряпочку когда сравниваете воздух лайфхак далее мы берем сжимаем вилку всем весом чтобы она уперлась в железке так сказать это не составит уда если вы полностью спустили вилку и случайно не заблокировали теперь берем наш насос высокого давления накручиваем и качаем примерно 4 атмосферы 3 просто чтобы вилка амортизатор вы выравнился когда мы накачали воздушную камеру насос можно не откручивать чтобы потом не снимать и регулировать уже непосредственно вместе с ним теперь далее берем нашу линейку или же какой-либо другой инструмент и замеряем расстояние от от пыльника до резинки в моем случае это ровно 100 миллиметров или же 10 сантиметров но считаем все в миллиметрах опускаем нашу резинку вниз самый низ я вам обещал что не будет математики и каких-то сложных формул я соврал будет немножко маленькая так сказать не формула математика есть высшая математика у меня будет низшая математика у нас от амортизатора 100 миллиметров то в моем случае у вас может быть 120 и так далее там до 200 даже даунхилов каких-нибудь жестких прям вообще у меня 100 миллиметров мне нужно сделать цех чтобы был он 20 процентов я думаю это несложно посчитать от 100 миллиметров сколько это будет в миллиметрах в 20 процентов правильно вы абсолютно правы 20 миллиметров когда я буду садиться на велосипед сидя не стоя не в атакующей там позиция просто как я катаюсь перед этим нужно вам взять все с собой то есть сам телефон рюкзак воду все это полностью экипировать ваш велосипед и себя и тогда уже настраивать велосипед цех как вы будете собственно катать ну так как я бедный блогер мне ничего нету буду измерять что на мне есть и все далее нам нужно аккуратно сесть без каких-либо рывков сильных и просто вот попытаться держать равновесие не стоя на ногах а просто сидя и затем же плавно слезть с велосипеда и теперь еще самое простое опять же таки берем нашу линейку замеряем то расстояние насколько поражалась вилка в моем случае она поражалась на 30 миллиметров это много это 30 процентов что я делаю дальше берем качаем до 4 атмосфер в вашем же случае это может быть другие цифры не стоит акцентировать внимание на малых цифрах то что у всех разные вилки и разные производители все разное экономит повторяем всю процедуру заново все в моем случае 20 процентов цех достигнут ничего сложного как вы могли увидеть в этом видео так что я надеюсь вы поставьте лайки пишите комментарии какие вилки какие сэгии у вас в частности мне интересно про монету в разные там моток м7 там их много просто mark mark or или как я не знаю правильно напиши в комментариях большое спасибо что потратили свое время и посмотрели данное видео до конца потому что я старался честно старался если смотреть вот по этой наклейки что указывает производитель то на 63 килограмма веса райдера стоит качать 44 атмосферы или же бар у меня честно килограмм 69 может 70 чем-то там я накачал 4 атмосферы у всех повторюсь разные цифры будут так что это не талон по настройке сэга но приближен к нему так что спасибо с вами был андрей канал кто не всем удачи всем пока